Те, кто воюет с оружием ворота против правительственных сил в различных районах Сирии, тоже обязаны следовать договоренностям в рамках плана Куртянана, который был одобрен за эту безопасность и ООН. Мы посылаем сигналы нашим западным партнерам, партнерам в регионе, в Герсинском заливе, в Турции, о необходимости их воздействия на те сирийские вооруженные группы, которые заявляют о том, что они больше не связаны к плану Куртянана. Это неприемлемая позиция, и мы должны добиваться ее изменения. Наш подход заключается в том, чтобы созвать международную конференцию по Сибири. На ее первом этапе мы хотим видеть за столом переговоров внешних игроков, причем всех внешних игроков, которые так или иначе влияют на те или иные сирийские стороны. Наши западные партнеры считают, что на международной конференции нужно без сирийцев, за них как бы, за их спиной договориться о том, какой будет новой силе, и уже потом навязывать эту договоренность самим сирийцам. На нас это неприемлемо, об этом президент Владимир Путин говорил на пресс-конференции в Лоскабе, если мы не можем поддерживать какие-либо идеи, которые предполагают навязывание извне решений тому или иному народу. Решение о судьбе своей страны, решение о судьбе своих руководителей, включая президента Асада, должен принимать сирийский народ на основе, наверное, демократических процедур, на основе свободного и справедливого воли извинения. Сергей Викторович, соответствует ли действительно? Корабль, который вез в Сирию продукцию военного назначения, делал это в соответствии с имеющимися контрактами, которые заключены и оплачены. И это в основном было оборудование, это было вооружение противовоздушное, которое может потребоваться только в случае внешней агрессии. И помимо противовоздушных систем, на этом судьбе были три вертолета, которые в соответствии с контрактом, подписанным в 2008 году, были отремонтированы в Российской Федерации. Это еще старые советские вертолеты. И в разобранном виде транспортировались в Сирию, для того, чтобы там, на земле, быть собранными. На эту работу потребуется примерно месяца три, как минимум. Поэтому разговор о том, что прям срочно Россия вдруг заключила какие-то новые договоренности, направила боевую технику для подавления повстанцев, мы просто нечистоплотно, если честно. Мы не делаем секретов из нашего военного сотрудничества. У нас все это происходит на основе соблюдения всех международных норм и нашего экспортно-контрольного законодательства. Одно из самых строгих в мире, кстати. Он четко подтвердил приверженность сирийского руководства демократическим процедурам и готовность сирийского руководства передать вопросы о том, кто дальше будет и как руководить этой страной на усмотрение сирийского народа. У нас, безусловно, сейчас немало серьезных проблем на повестке дня и в двусторонних отношениях, и в том, что касается наших подходов к региональным и международным делам. Но тональность и глубина, и откровенность обсуждения всех таких вопросов, мне кажется, вообще беспрецедентны. И всегда проще иметь дело с партнером, который излагает свои позиции откровенно и честно. Естественно, когда это происходит, когда серьезные проблемы не запрошелываются, а излагаются во всей своей полноте, наверное, это создает необходимость более предметно заниматься конкретными разногласиями. Но это лучше, это счастнее, чем, так сказать, заметать все под ковер и делать вид, что ничего особенного не происходит. Поэтому мы считаем, что нынешний уровень отношений он абсолютно адекватен к тому, что реально происходит в сегодняшнем мире, в том числе в отношениях между Москвой и Российской. И я убежден, что какая-то откровенная линия, которая в последнее время проводит, она идет на пользу российско-американским отношениям, она оздоровляет сам диалог, она обнажает те проблемы, которые реально существуют, от которых невозможно просто уйти и которые надо решить.